Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс, продолжает свои программы. Сегодня мы проводим вторую беседу с Элой Арбитт из цикла «Ум, здоровье, воля, сила». И Элла Арбитт находится сейчас в Майами. Элла, здравствуйте! Здравствуйте, доброе утро! Да, доброе утро! Ну, давайте мы продолжим. Мы просто в нашей программе говорили о том, что у нас в голове творится невообразимая вещь. То есть мы себе создаем какую-то матрицу особую, мы в ней находимся, мы функционируем так, как мы считаем правильно функционировать, мы делаем вещи, которые мы считаем, и их правильно делаем, но потом оказывается, что это происходит не всегда. И это отражается, что самое интересное, на нашем здоровье, потому что если мы чего-то боимся, то мы как раз-таки притягиваем это всё в свою жизнь. Именно то, чего мы боимся. Если мы негативные мысли постоянно выпускаем наружу, то они к нам возвращаются. Мы знаем, что мысли материальны. Возвращаются в виде именно болезней. И, естественно, это всё отражается на нашем здоровье. Вначале это происходит на тонком уровне, потом это переходит на физическое наше тело. Элла, скажите, как всё-таки попытаться управлять нашими мыслями, и как всё-таки попытаться сохранить здоровье? Я сейчас полностью отключусь от своей нравственности, потому что то, что я сейчас буду говорить, будет говорить через меня Бог. То есть по старинному каналу, где я жила в шестом веке, я буду отвечать только за себя. В данный момент, потому что я абсолютно откровенный с Богом человек, у меня правильные мысли. На его этапе со мной он считает меня эталоном ума, в каком правильном смысле. Я даже на матрице могу не работать. Мне даже проще самой по себе быть. В какой момент я это отстаиваю? В тот момент, когда он любит, чтобы я отстаивала это. Вот, например, сегодня утром я проснулась и решила соответствовать только своему нраву. Он меня быстро привёл в чувство, сказав, что это невозможно. То есть я уже настолько конкретно с ним, я уже настолько перешла на его уровень, на Божий, на том, на котором жили в прошлые века люди. Как же они всё-таки сохранили себя, когда и динозавры были, когда нуждались по крови, когда была абсолютно неспокойная, но они были абсолютно спокойны. Мы невнимательны к себе в данный момент, вот что папа говорит. У нас старые знания, у нас странные теперь мысли для этого века. Они никогда себя не подытожат. И это очень феноменально. Очень феноменально, что старьё уйдёт. Я не буду тратить своё время, дорогое, с Богом на то, чтобы говорить или оговариваться, что это так, это никак, это всё никак уже. На этот век есть своя программа. У Бога есть взгляды, у меня их нет. Как у меня работает феноменально, абсолютно чисто, красиво и откровенно. Но вот слово «откровенно» — это воля. Вот этот сегмент я бы хотела посвятить восхитительному мнению, что Бога воля и наша воля или сочетаются, или на бекрень. Но это ужасное мнение. Вот сейчас папа мне комментирует сверху, сочетаться со мной. Вот предыдущую программу я сделала в районе его матрицы. Я стояла как бы на молоке из пенка, да, вот такая густая, хорошая такая вещь, да. А тоненькую пенку я в детстве не любила. А вот толстая такая пенка, из которой, может быть, и масло можно сделать, там уже кусочки такого более твёрдого, такого жирного вещества, уже более полезного, все эти... Между прочим, говорит, те, которые любят пенку, не болеют раком. Между прочим, он мне только что передал. Ой, интересно как. Да, да, да. А я знаю, вы, Михаил, любите молоко хорошее? Я люблю молоко, настоящее молоко. Я не пью пастеризованного молока. Молоко я беру у Амиши. Поэтому да, я люблю молоко. Но вы знаете, пенка вот в детстве, когда, понятно, там нас ещё поили молоком, и молоко было уже не такое, как у нас сейчас молоко, а действительно было какое-то более-менее хорошее молоко, тогда мы, естественно, когда его кипятили, была пенка. Особенно, когда она оставала. Вот пенку не любили, и я в том числе не любил пенку. Но вот такого факта, о котором вы сейчас говорите, о том, что пенка, так сказать, те, кто её не выкидывает, а ест и пьёт, оно предотвращает вот такие серьёзные заболевания. Да. Этого я не знал. Ну, теперь, он говорит, ну, Бог говорит, что такое концерт, что такое, то есть рак, что такое воля его. Вот я была возле океана, он говорит, вчера у меня говорит, Элла, как океаны выходят из берегов? Он говорит, действительно, я же не затопил. Вот где-то вот, я же, я прямо на берегу сейчас живу. Он говорит, я же не затопил. И, между прочим, каждое утро я вам дарю солнце, он говорит. Откуда оно всё? На матрице. И корову молоком, я только что, вот я слушала вас, он говорит, и коровочка на матрице стоит. То есть, а почему же у матрицы есть коровочка, и она бледёт себя, эта коровочка, и чисто даёт молоко, и знает, что ей нужно покушать и молоко дать, а мы всё бродим в каких-то местах непонятных себе и не похожи на себя. То есть, по-человечески говоря, воля – это правильно, рациональное, осуществляющее нас материя. Волю можно дать за 15 секунд. Вот пришёл мне навстречу Михаил Архангел. Говорит, 15 секунд. И то мы дорожим этим временем. Иногда я за 5 секунд могу сделать. Сопрягаясь с Богом, я это делаю за 5 секунд. На вздохе я могу, если он хочет этому человеку помочь. То есть, обратите внимание, даже моё рациональное мнение не имеет значения, но всё равно результат хороший. Что же во мне сидит? Чистота. То есть, я не встаю с кровати, пока я с ним не поставлю себя на ноги на определённый день. Я каждый день занимаюсь не йогой, а Богом. Теперь он спрашивает, и он говорит, спросить мне или не спросить. Я вижу, что мать ему закрыла немножко рот отцу. Он хотел спросить. И... Окей, я зайду в 45 градусов, потому что я привыкла с Богом. Отец здесь, наверх, мать рациональность мне даёт. Она говорит, зайди в 45 и спроси, потому что 45, я уже чувствую себя в своём раю. Я стою 45-48. У меня есть 3% градиент. 45, это мой узел, и 48, там я гениальна. Я могу ещё покапризничать с Богом, потому что я уже в раю. Вот этот вот маленький промежуток, он называется конус время. Вот так вот оно идёт. Конусом. Конус лечит людей. Конус притягивает к себе всё. Время – фактор, который я пришла на Землю изучать. Но таблицы разрушают наши временные узлы. Между прочим, я просто успела это сказать, потому что моё сердце просто воспылало этой мыслью. Она пришла сюда. Эта мысль пришла в грудную клетку. Я буду видео, но вы видите, вы можете описать. Оно пришло ближе к сердцу, что один из начальных узлов владетеля себя и человека, которого готов уже на высший разум помочь другому человеку. То есть хранить здоровье и ум. Нужно себя сначала знать. Вот я вам скажу, я призываю всех медиков познать, грубо говоря, себя, а потом предлагать свои услуги. Даже не условия, условий нет. Здоровье должно быть, это безусловно. Это гарантировано Богом. И от этого нужно отплясывать. Никуда дальше, ни в какие звёзды, ни в какие знания. Мне вообще запретили всё читать. У меня была конкретная программа от Бога понять всё. Элла, ну, понятно. Вы теперь, скажем так сказать, свой опыт, свой экспириенс вы сейчас передаёте и рассказываете. Ну, вот что бы вы всё-таки могли посоветовать человеку, который уже вот на сегодняшний момент он имеет проблемы со здоровьем. Ну, вот так получилось. Ну, думал он не так. Ну, не знал он этого, допустим. Вот сегодня он слушает, к примеру, нашей программы, и он начинает задумываться над тем, а действительно, может, что-то он делал не так и неправильно. Вот как вылезти из этого вороха вот этих проблем, из этих болезней, в том числе, которые уже сегодня есть? Ну, смотрите, в наше время многие сейчас эфирмы ставятся. Рациональную мы уже знаем, что есть квантовые силы. Во-первых, силы поддержат. Исцеление – это от Бога тоже. Много веков Бог исцеляет. Приходит, исцеляет, и человек даже не знает, от Бога, не от Бога, но оно получилось. Я делала вчера педикюр. Давайте уже говорить нормальным языком. Здесь, в Майами, пришла я к нашей одесситке. Первый раз вижу женщину. Быстро сочетаем с умом, радушно, тепло, откровенно, где ты жила, где ты жила. Обыкновенные наши разговоры на предмет пока-то, вот. И вопрос зашел о том, как ей сверху помогли найти свое здоровье. Я не буду раскрывать эту тему, но это тематика для абсолютного количества умных людей. Но она сомневалась, что я ей подтвердила этот факт. Дилемма была. Она разрешила себя. Она поверила в ту суть, которую ей донесли до меня. Это количество лет мне сейчас Бог говорит назад. Но оно пришло. То есть, кому-то помогают без медиков, но люди настолько затравленные в душе, что они боятся выйти и сказать это другому человеку. Миллионы людей сегодня излечимы Богом. Миллионы, не миллиарды. Окей? И здоровье тоже не самый главный фактор. Любовь – это категория, которую я пришла рассказывать людям, как она сочетается ежедневно со мной. Почему это плавно? У меня когда-то были предраковые клетки, они ушли. Мне даже кто-то звонил от Бога и говорили, Элла, обратите на стену. Я спросила у папы сама. Я бы смутилась, что от человека. Во-первых, это настолько сокровенно для меня, для еврейки, для чистой женщины. Здоровье – это сокровенно. Почему-то из чужих уст это, во-первых, было. Тоже был красивый вариант. Папа хотел… Как это чувствуется, чтобы я знала? Оно не должно приходить откуда-то. Мнение – это вообще исчисление моего здоровья. Оно не имеет права. Цель моя – быть с Богом рядом, чтобы я от Него знала. Исключили все. Это был исключительный момент. Мой организм полностью уже на коде любви перестроил сам себя. Я уже не идентична другому человеку. Я уже следующее поколение. А уже эти новые детки приходят. Я об этом говорила. Ну хорошо, как хранить себя? Знайте себя глубоко. Мои курсы будут обещать и обещают, и оно работает. Все правильные, хорошо, в правильном ключе. И это гарантируется архангелами. Ключики у всех есть для себя, и архангелы имеют эти ключики, между прочим. Мне не так давно Михаил, я его называю просто Миша, архангел сказал, сколько человек на его одном крыле сидит. Тысячи. Тысячи. Они так тяжело сверху работают. И море любви там сверху. Они хотят ближе подойти к человеку, объяснить ближе принцип здоровья. Для этого иного количества людей, которых это касается, и оно получится моментально. Они много веков работают уже сверху. Архангелы меня учат. Между прочим, я сочетаюсь, когда я, смотря, что я изучаю насчет здоровья, я в том же самом квадратном ключе стою, как Михаил. У меня это очень, папа говорит, не рассказывай дальше. Я изучаю архангелов сегодня. Это было неделю назад. Майами для меня очень цельный город. Я вышла в квантумную силу здесь уникально. Да такие способности открываются в человеке. И я живу это каждым днем. Богом. И до сих пор он ставит мою микронную нервную систему на ту правильную основу, где я должна. Потому что она расшатывается. Что-то повлияло. Где-то что-то звякнуло. Что-то не так тякнуло. Оно постоянно подкручивается. И папа говорит, я не балалайка, я просто скрипка, он говорит. Но смычок у него. Иногда он по пятницам, красивые торжественные моменты. И он показывает, давай, скрипочка, посиди возле меня отца. Я твой творец. И то моей душе он не всегда разрешает откровенной быть полностью. И со всеми. Она тоже должна бедненько отдыхать. Я столько стою на этой бедной душе. Но душа передает коды. Тем драгоценным детям, которые я просто могу похлопать человека по плечу и передать код здоровья. Настолько это приятно Богу, что я имею право на это. И я люблю, я знаю, этот момент начинается вибрации и прилип сил. То есть хранить на каждом уровне, идя спокойно. Покой не только нам снится. Покой это код, который замрет в человеке на 15 секунд до того, как они поймут, что им стало плохо. 15 секунд нужно замереть. Элла, ну, во-первых, это действительно очень интересно. И это очень, я так сказал бы, практически осуществимо. То есть получается так, что вы работаете с человеком, вы подходите к этому человеку, вы его уже все, так сказать, сканируете и знаете. И вы даете ему код здоровья. Но скажите, а можно ли получить вот такой код, если вы находитесь далеко? Ну, скажем, нас слушают люди не только в городе Майами и городе Чикаго, нас слушают люди еще и в других странах. И вот человек хочет все-таки получить такой код здоровья. Что ему надо делать? Как с вами, так сказать, связаться? Можно ли это делать по интернету, по скайпу? Или это надо вот только вот в реальном времени? Это мечта Бога, чтобы я открыла клинику. Провенен со мной, и я пока не иду на это. Это очень сложно, это полная отдача. Мне нужно приходить в себя полтора дня, если я кому-то дала от себя полностью. Я себя не разрешаю. Это сложный путь. Это драгоценный путь. Пусть начнут торговаться за деньги, потому что это занимает такое огромное количество подготовки и перевоплощение себя опять в свое собственное здоровье, что моя душа не пойдет на торговлю. Это раз. То есть пусть отхлынут эти мысли, что я кому-то обязана, я не обязана. Но открывать себя и квантум... Есть способ. Рациональный ум – это в первую очередь. Меня вели сначала по рациональности ума. Это не спонтанно, это не синхронно, это не хаотически. Они должны решить за себя. Когда только человек решится, то есть это разговорная речь, я буду помогать, я не работаю на публику, не на аплодисменты, но классы будут. Да, ну вот все-таки человек решился, он готов, соответственно, получить эти знания, получить, ну, самое главное, здоровье, понятно. Все-таки, возможно, такой вариант на интернете? Очень быстро, я с этого начинала. То есть можно, правильно? Обязательно, это хорошо, это нужно. Я полагаю так. Дорогие друзья, во-первых, у нас, к сожалению, время нашей программы вот этой подходит к концу. Да и, в общем-то, они и по формату такие там 10-15 минут. Вот, и мы планируем, я полагаю так, Элла совсем скоро будет у нас в Чикаго опять, и мы как-то, в общем-то, урегулируем вопрос создания такой вот интернетовской, скажем, презентации на интернете. То есть это будет какой-то вот лайв-возможный ивент, если Элла, конечно, согласится. И мы дадим ссылочку, и люди придут на интернет, и будут видеть все, что происходит у нас в центре, и могут пообщаться с Эллой Арбит. Ну, вот таким образом. Вы знаете, что произошло сейчас, Михаил? Да. Ну, вот, верьте, и я не верю своим собственным глазам, все-таки обошли они меня. Они уговаривали долго, Будда меня уже просит еще с Чикаго, с ботанического сада. Энергия тепла, она не любви. У него энергия тепла, божественная. Божественная. Она не лечит все. Настолько уникальна его энергия. Он с этой энергией ко мне приходит. Но совесть, конечно, у меня тоже должна быть. Мне это дано. Почему другим? На днях они меня просили, сделай, я тебя умоляю, Будда. Ко мне подошел опять в военное количество раз и сказал, я просто предъявляю требования, но он такой нежный, что это даже не называется требование. Дай, начни хотя бы с этой энергии. Пусть клиник, я понимаю, как ты устал от медицины, ты устал от клинической работы. Это другая работа. И они понимают принципы, к которым я не хочу, и откровенно с Богом. Но энергией начать заниматься, ну это, во-первых, очень чистая энергия. Те, которые буддисты, которые йогисты, которые неказисты, Будда шикарная вещь. Шикарная вещь, я извиняюсь, что я называю своего сотрудника вещью, но он у меня уже говорит, просто уже иди, они мне уже прощают все, просто начни. А с удовольствием, Михаил, вы знаете, если вы готовы на этот маленький нюанс, то я с удовольствием с вами оговорю вне радиопередачи о возможности такой для наших радиослушателей. Пожалуйста. Если вы согласны, то я уже, буквально они меня уже просто прижали к стенке. Ну, почему же и нет? Это, в общем-то, все то, что мы делаем, направлено на передачу знаний, на передачу, в первую очередь, информации, точнее, потому что знания – это знания, они по-другому идут. Ну, и то, что мы сейчас с вами, вот, общаемся, с вами беседуем, это и есть та очень-очень полезная информация, за которую я вас благодарю, ну, и от моего имени, скажем, и от имени наших радиослушателей. Спасибо еще раз. И очень рад нашей очередной встрече в рамках интернет-радиоцентра «Сангейтс», «Страной АВ», «Сангейтсрадио.ком», «Скайп», «Сангейтс» 1-0-8, телефон 847-226-9956, Элла Арбит, выпускница колледжа интегральной медицины, и город Майами сегодня, ну, и Майкл Мелехов сегодня, город Чикаго. Элла, спасибо большое, до встречи в Чикаго, ну, и, дорогие друзья, мы, естественно, будем вам объявлять о том, когда такое мероприятие, вот которое мы сейчас озвучили, состоится у нас. Всего доброго, до свидания. И папа только что передал, сказал, скажи моему сыну, я благодарю его за преданность. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин